Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Я Бахтина Елена, вы на моем канале о здоровье, молодости и красоте. Поэтому активируйте колокольчик, и сегодня мы с вами обсуждаем следующий миф о стройности. Вопрос звучит так, а если стать вегетарианцем, можно ли избавиться от лишнего веса навсегда? Ну, ради справедливости нужно отметить, что с лишним весом есть люди, которые соблюдают различные стили питания. И на смешанном питании много людей с лишним весом, и среди вегетарианцев много людей с лишним весом. Не так ли? Ну, например, Индия – это страна, которая находится на втором месте по количеству людей с сахарным диабетом. При том, при всем, что Индия – это, ну, там, не все дообследованы. И если посмотреть статистику по сахарному диабету, то, скорее всего, там где-то процентов 45 людей, имеющих сахарный диабет, но они еще об этом не знают. То есть низкая диагностика. При этом там большое количество людей, которые имеют стиль питания вегетарианский. Но, тем не менее, почему я сейчас заговорила о сахарном диабете? Это много лет лишнего веса. Поэтому давайте разберемся, если вы решили стать вегетарианцем, то каким вегетарианцем вы хотите стать? Лишний вес у нас в организме возникает только в том случае, если вы получили сегодня с углеводами больше энергии, чем сегодня смогли потратить. То есть люди, которые едят много крахмалистых или откровенно сладких вещей, получают в свой кровоток столько глюкозы, что она становится лишней. И организм из нее делает поначалу гликоген, но его совсем немножечко, а потом жир. Вот такой процесс. Если вы стали вегетарианцем, вы убрали продукты животного происхождения, то чем наедаться? Так устроен человек, что он хорошо, замечательно наедается либо высокобелковыми продуктами, либо крахмалистыми продуктами. Поэтому, принимая решение стать вегетарианцем, вы должны также принять решение о прекращении передозировки крахмалистых продуктов в своем рационе. Что это за крахмалистые продукты? Это все, что содержит пшеницу, это хлеба, хлебобулочные изделия, макароны, кускус и так далее. Это все, что содержит картошку, очень крахмалистый овощ. И это все, что содержит белый шлифованный рис. Потому что, если рис подшлифовать, то остается только крахмалистая пустышка. Вот, если вы способны эти три категории продуктов извлечь из своего питания, то нужно еще умудриться, догадаться, из каких продуктов питания растительного происхождения вы будете получать суточную норму белка. Вот, ну, с углеводами все понятно, тут никаких проблем не будет. С углеводом вы будете получать в достаточном количестве. Главное, чтобы это было достаточное количество для снижения веса. Вижу ли я большое количество людей, которые соблюдают вегетарианский стиль жизни, или это даже веганы, сыроеды, и при этом они тонкие, изящные. Да, но это люди, которые приняли решение по крахмалам. Это не те люди, которые пересели на картошку. Это не те люди, которые пересели на белый шлифованный рис. Это люди, которые сидят буквально на салатиках, но эти салатики у них очень продуманные. Там большое количество проростков. Например, когда вы используете проростки, когда зернышко прорастает, оно перестает быть крахмалистой пустышкой. То есть зерно, зародыш пшеницы, например, прорастает за счет того, что пользуется крахмалами эндосперма. Соответственно, этот зеленый проросточек, это очень мощно по витаминам, по минералам, по белку. И это важно знать. Люди, которые перешли на вегетарианство, веганство, сыроедение, это люди, которые используют достаточно большое количество орехов. Причем не таких орешков, как я, например, или вы, может быть, любите жареных. А сырые орехи еще и вымачивают, чтобы избавиться от фитиновой кислоты. Не так ли? А также они используют большое количество бобовых. Это нут, это маш, это фасоль все виды, это чечевица. Ну, в общем, тут надо здорово подумать и все взвесить, и чтобы принять такое решение. Итак, еще раз резюмирую. Не так важно, на каком стиле питания находитесь вы, если вы ставите вопрос о похудении, сколько важно, сколько углеводов вы позволяете себе сегодня съесть и сколько вы сжигаете реально с помощью своей физической нагрузки. Надеюсь, вы ее добавили. Ну, и так как я очень редко говорю о вегетарианцах, я несколько раз, ну, как бы, сочувствовала, что ли, в жизни, но решила не идти на этот стиль питания по той простой причине, что продукты животного происхождения в малом объеме мне лично дают достаточно большое количество белка. Вот, соответственно, я могу кушать как воробушек и поддерживать свою нормальную форму. Если переходить на продукты растительного происхождения, ту же самую суточную норму белка, нужно, ну, уже более четко следить за рационом. Это уже не два раза в день питаться, а все-таки три раза в день питаться и стараться использовать суточную норму белка, если, конечно, я не хочу потерять коллагеновую массу, костную массу и мышечную массу. Но, так как я действительно редко говорю о вегетарианцах, не отношусь к ним, но они ко мне обращаются, и я вижу проблемы, на которые реагируют вегетарианцы, веганы и сыроеды. И основная проблема – это все-таки анемия. Это то, что способно выдавить вас из данного стиля питания. Поэтому я очень рекомендую не только знать свой гемоглобин, сколько знать свой уровень ферритина. Почему именно мы следим за железом? А ферритин – это депо железа, это запас железа. И очень плохо, когда он ниже, ну, к примеру, 30. Ниже 30 – это прямо уже дефицит. Почему так все обстоит? Почему так обстоят дела? Из продуктов животного происхождения железо легче взять, потому что оно гемовое. Замечали? Гемоглобин, миоглобин. Ну, в общем, это все железо, содержащие белки, и причем железо в нем в гемовом виде. Это хилатная форма железа, гемовая. В продуктах растительного происхождения не встречается гемовое железо. Оно там растительное, это железо. И для того, чтобы оно всосалось, нужны очень большое количество условий на самом деле. Хорошо работающий желудочно-кишечный тракт, наличие витамина С, хорошая всасывающая способность кишечника. А так бывает не всегда. Поэтому есть люди, которые не созданы для веганства, вегетарианства и сыроедения. Это люди, которые буквально, ну не знаю, через полгода такого стиля питания становятся прозрачными, тонкими, звонкими, но и без энергии, без румянца, с истонченной кожей, плохим иммунитетом и так далее. Обращаю на это ваше внимание. Вы должны прямо проверить, ваш ли этот стиль питания. Второй момент, который я хочу обратить ваше внимание, это малое количество органической серы, которую мы можем получить с растительными продуктами питания. С продуктами животного происхождения органическую серу тоже сложно получить. Ну, например, я сегодня должна съесть 400 грамм какого-нибудь мяса, например, индейки, чтобы взять 1 грамм органической серы. Это нереально, вот лично для меня, ну как бы нереально. Но органическая сера входит в структуру инсулина, входит в структуру коллагена, входит в структуру гемоглобина. Поэтому, да, и помогает печени выводить токсины. Очень важно получать суточную норму органической серы. Поэтому я прошу прям всех вегетарианцев использовать источник органической серы. Пусть это будет метилсульфанилметан. Это безопаснейшее вещество, которое популярно во всем мире. Это органический источник серы. Используйте, и тогда вы нивелируете недостаток этого макроэлемента в своем питании. О чем еще прошу вегетарианцев? Я еще их прошу добавлять в рацион омега-3 животного происхождения. Вот просто выслушайте, и может быть я вас убедю. Видите ли, например, масло, льняное масло содержит омега-3 растительного происхождения, альфа-линоленовая кислота, которая в нашем организме должна превратиться в докозагексоеновую и козапентоеновую и сработать. Это очень важные полинасыщенные жирные кислоты, которые работают в наших телах. Но тот фермент, который из альфа-линоленовой делает вот эти вот жирные кислоты, нужные нам, его кодирует битый ген. Битый ген – это поломанный ген. Он поломан практически у всех европейцев таким образом, что процент перевода альфа-линоленовой в докозагексоеновую примерно 7%. Соответственно, если вы используете только растительные источники омега-3, то у вас 100% будет дефицит по вот этим работающим жирным полинасыщенным кислотам. Поэтому, если вера позволяет, просто добавьте в капсулках вот эту омегу-3 прямо животного происхождения, и вам просто будет легче отвечать, давать иммунный ответ, легче строить мембраны головного мозга, ну вообще все мембраны, потому что омега-3 – это, безусловно, мембрана-протектор. Легче будет вам сопротивляться воспалительным, аутоиммунным, аллергическим заболеваниям и так далее. Так, ну что, железо сказала, органическую серу сказала, и омегу-3 сказала. Наверное, я что-то упустила, я что-то еще советую своим веганам, вегетарианцам и сыроедам, но это основное. Хороши все формы целительства. Вы знаете, есть люди, которые никогда не задумываются о еде вообще, доводят себя до безобразного состояния, а потом кто-то их уговаривает стать веганам, вегетарианцам или сыроедам. Когда ты начинаешь обращать внимание на собственную еду, конечно, будет результат. Но я не призываю вас стать вегетарианцем, да? Я вас просто призываю осознанно относиться к своему питанию. На любом стиле питания можно быть победителем, а можно оказаться побежденным. Все дело в уровне интеллекта в плане здоровья, здорового образа жизни и питания. А подпишитесь на наш канал, и, возможно, я помогу немножечко вам подняться в уровне интеллекта. Заодно сама подымусь, ведь это совместный процесс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!